Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучиваем занятия в Потеряевске. Это не в храме, поэтому тут называются имена, сидят люди. Ну как беседа. Сватовство. Сегодняшняя тема занятий в Потеряевске по заказу. Готовится сватовство и попросили ответить на этот вопрос. Осветить. Осветить этот вопрос. Ты только ошибки делаешь, почему? Молодежь, кому еще рано знать это, можете пока поиграть. Невесты тоже могут пойти покататься на лодках. Никому не отказано побыть. Божественное не будет вам в тягость. Все равно вам к этому когда-то придется прислониться. Сватовство это то, что приводит к женитьбе. О семье у нас есть большой материал. В нашей книге к истинному православию. И о пороках в семье там сказано из Библии довольно многопрозрачно. И этот материал называется «Спаси Господи». Вот есть книжечка Пестова. 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 Православное воспитание детей. На странице второй читаем. По благословению святейшего патриарха Алексея Второго. Может быть с чем-то и не согласны. Но знакомиться никогда не мешает. Есть темы, по которым выбрано все в наших материалах. Как о крещении, о покаянии. Прошло более десяти лет, как изданы эти подборки материалов. И мы не можем добавить туда ни строчки. Сегодняшний же материал дают только в зачаточном состоянии. У всех народностей, какие есть на земле. А это 2896 наций наречий. А народов может быть и больше. Существуют свои национальные обычаи везде. Полностью это описать никому еще не удавалось. А так, по краешку. Чтобы выбирать жениха или невесту, как склонить ее к согласию, нам нужно знать не про африканские обычаи, или как у северных народов, а наши корешки просмотреть и решить, что лучше, что сходится по Библии и оставить только святое, божественное. Есть нации, где существует многоженство. Существует еще и многомужество. У нас жених сватает невесту. А есть народы, где невеста сама выбирает жениха. И у них есть определенный день, когда женихи, достигшие возраста, красятся. Их завивают. Они на базаре вряд остановятся, а невесты приходят и колупаются в них, прощупывают, расспрашивают. Осматривают его со всех сторон. И он, если согласен, отвечает ей ласково. Примеряет его, ко двору ли он. А он уж надувается, что пижона голубятни. Покажет, какая у него красивая повязка набедренная и прочее. И расскажет обязательно, какое у него большое состояние. Два мешка бобов дома есть. А когда рассмотришь все, то от нас это и не так уж и сильно отличается. Яна Москаминский, которого нарицает отцом мировой педагогики, говорит, как ищут люди друг друга на торжеще дураков. Меряют кошельки, у кого больше соплей. Больше соплей у кого? Это и означает все наши достоинства и качества. То есть, тебя бы выдали мы или меня там в один день, да? Означает не больше одной щепоти соплей. И главное качество, по которому нужно выбирать, люди совсем не знают и не слышали даже. Смотрят на что? Что, чтобы она была некрасивая, некривая. А, я думаю, некривая, негорбатая. Маленько могла ходить. Хотят все разбогатеть, чтобы и там, на другой половине было богатством. А вот что нам говорит об этом важнейшем деле Слово Божие? Слово «жених» встречается в Библии 28 раз. Невеста 47 раз. С корнем «муж» есть 850 слов. А с корнем «жена» 991. То есть, она все время больше. Какие главные качества с той и с другой стороны должны быть и как их выискивать? Вот как выбирали невесту Исааку. До свадьбы не виделись и не встречались, не переписывались. Все просто, по-серьезному. Сразу и навсегда и на весь мир известными стали. Слуги наказали только одну – взять из своего народа, чтобы она не была из безбожников, из атеистов или из комсомолок. «Цыганку не надо, а то будешь воров рожать». Свой-то народ как раз оказался за пределами десяти государств, но и это не стало препятствием для тогдашнего неторопливого транспорта. Продвигался слуга на верблюдах. При встрече он загадал только одно, чтобы она была щедрая, работящая, странно приимная. Приветливость и трудолюбие. Когда девицы выходили к колодцу, он рассмотрел ее, еще даже не войдя в город. И Бог устроил так ладно и быстро, что он сам дивился этому. Он не загадал, какой ширины ее бедра, или кудрик как вьются, или ноги растут, а для отца мы от головы. Ну длинноногих любят-то. И взял раб из верблюдов и господина своего десять верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодеза, воды, под вечер, в то время, когда выходит женщина черпать воду. И девица, которой я скажу, «Наклони кувшин твой, я напьюсь», и которая скажет мне, «Пей, ей верблюдам твою дам пить, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином твоим Авраамом бытие». И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих». Почему черпать? Черпать всегда было. Черпать? Конечно. «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». И Тачас вылила воду из кувшина своего и поила. И побежала опять в колодезь поочерпнуть воды. И начерпала для всех верблюдов его. Начерпала, да. Начерпала. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей, весом в десять сиклей золота. Ой-ой-ой. А верблюды пьют много. Один выдает более десяти ведер. И колодец был глубокий, и нужно воду руками было доставать. Значит, была не неженка, не белоручка. Мало того, она и пригласила странника к себе домой, совершенно не подозревая, что это начало ее новой жизни. Не случайно Максим Горький говорит, что 99% девочек с 10-летнего возраста только и мечтает удачно выйти замуж. У нас и двор большой, ездит транспорт поставить. И он понял, что Бог отвечает на его молитву. Загадывать нужно как. Парень приглашает девушек домой. Их было пять сестер в собрании. Какую же взять? Потому что все уж так хороши. Молодых-то плохих не бывает. И загадывает, что какая будет петь хорошо. А потом я маму спрошу. Зашли в дом, кто альбом рассматривает, кто картины на стенах, кто с матерью с больной разговаривает. С больной. С больной разговаривает. А одна вошла, быстро прикинула, что тут не прибрано, за веник и пошла порядок наводить. На кухне поскорее начала все мыть. А он эту Нюру и не заметил. Она не броская. Он же вокруг этих сестер внимания напускает. А про эту и забыл. Она уже гремит и чистит все. Как будто хозяйка новая вошла. Когда сестры ушли, он и решил маму спросить, кто ей больше всего понравился. Мать же говорит, что видел только одну. Все время она была перед глазами. Какую она заметила? Есть сестры очень видные. Живут в разных селах. Едет наш Андрей и загадал тоже. Как на развилке будут, то пусть конь сам решит, куда свернуть. А есть на коне. Доехал, а сердце кто и какая больше нравится. А сам потихоньку вожжиной тянет на тот участок, где его Ирина живет. Лошадка туда и повернула морду. Он даже и не тянет. А так, почаще паутовы этой вожжинкой сгоняются спины лошади. А тут же сидит Андрей и Ирина. Тут же они слушают, сидят. Смеху-то было. В Бытие 24 по 29 главу мы читаем про жизнь этой черты, как она согласилась поехать, никогда не видевши жениха. А может он горбатый или многоглазый. Она не стала выламываться, туману напускать, цену себе набивать. Ага. В Бытие. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Она сказала, пойду. Пойду. Вот и все. Вот у нас одна в одной жильной квартире, она говорит, я в куклы долго играла. Ну, она лет 16 была там. Заходит, говорит, по отец или мать ей говорит, Поля, Колька, за тебя свататься пришли. Ну, еще, ну, куклу-то оставляй там. Пойдешь замуж? Пойду. Она вышла, вышла замуж. Что ей дома надоело быть? Или уж так она боялась остаться в девах? Судя по описанию, ее наружности ей вроде бы это не грозило Бытие. Еще не перестал он говорить в уме своем. И вот вышла Ревека, девушка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора. А что это слово девушка ты взял? Никита, вот просто ничего не могу сказать-то. Брата Аврамова и кувшин ее на плече ее. Ты будешь считать, я скажу, и вышла телка от Вафуила. И тогда появился ее козел. Ну, так же нельзя. Давай. Девица была прекрасной видом. Дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Когда один черный негр, а другая пусть будет как лилия белоснежная, детишки все равно будут черные. Если один пьет, а другой пока еще противится, то шанс на то, что оба будут сидеть за бутылочкой. Чернота всегда более ледовита и заразительна. Своим присутствием здоровый не может сделать здоровыми остальных заразных. А один гриппозный всех, кто заразит, всех 100 заразит за один день. Грех обладает силой притяжения. Если Библия обращает внимание на внешний вид, значит и тогда смотрели на это, бытие. Лей была слабоглазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Станом. Мы все смеялись, отец наш рассказывает, у него одна рука вот такая, а у нас там женщина была, она хорошая, красивая, была так показала, руку ниже до бедра и вот так вот в сторону полукругом. И скажи, ты, говорит, мужа убили, столько женихов у ней было, ни за кого не пошла, верная своему Андрею. Так и осталось. Вот Олимпиада, близкая к Океану Златоусту такая. Царям языческим выбирали по внешнему виду. Был большой конкурс и Иссирь победила, но в ней потом открылась великая государственная прозорливость и мудрость. Иссирь. И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видов. Вот конкурс красоты был. Сейчас научились выбирать по каким-то жизненно необходимым качествам. Закладывают все это в электронную машину и эта электронная сваха выдает рекомендации и люди знакомятся. Это все же лучше, чем ничего. Вначале закладывали 5-6 параметров, требования одного к другому и браки были очень непрочные. Но когда стали закладывать компьютер 100-6 качеств и требований, то дело пошло лучше. Один ищет, чтобы она рано вставала, а другой рассказывает, что любит путешествовать. Кому труднее найти по своим требованиям, не трудно же догадаться. Вот из вас тут сидящих на 50 человек путешественниц можно найти 49. стрекоза и муравей не сойдутся характером еще на пороге муравейника. У нее-то за собой ничего нет, кроме музыкального училища и мамкиного одеяла и сковородки для яичницы. Когда живут долго супруги, то они незаметно для самих себя усваивают качества и привычки друг друга и впитывают их в себя. Вот такая пора разошлась и не могут заново устроиться. И в разных городах живя дали свои требования и в эти агентства по устройству тех, кому за 30. Там данные... Дали учатся в семинаре, ну может он так сказать. Ну и в семинаре это не преподают. Это тебе дано или не дано. И у меня нет слушателей, все слушают внимательно и улыбка с лица не сходит, тема-то какая. Самое серьезное, иногда разбавить надо юмором. Они не могут этого делать. Какие миссионерские отделы сделают, когда он потемнел, буквально сидит от злобы. Ему надо дворки наслушать и каждого откнуть. Ты и ретик, переходи к нам. Ну иди к старобрядцам и там будь. А там данные практически со всего мира заложены. Выбор был 10 миллионов невест и примерно столько же женихов. Там фамилии вообще не положено закладывать. Главное, чтобы были качеством. И машины выдали каждому, что они вот могли быть ближе, чем есть. Они написали письма друг другу на номерные адреса. Оказалось, что это и есть бывший муж и жена. Развелись, которые. А теперь данные заложили, а машина их и свела. Они больше всего подходят. Никого, оказывается, и не надо искать, кроме того, что есть. Это как в поисках такого креста, который был бы, хотя немного полегче, того, какой есть. Сколько не искал, но примерка показала, что самый лучший тот, какой уже был. Бывает необычное сватовство, как у Руфи. Уже ни девушка, ни мать еще. Но послушная была свекрови. И навела она ее на порядочного пожилого человека. И как устроилось все к месту. Стрела точно по колчану? Вот. Стрела точно по колчану. Дальше. Сирахов. Тогда она сядет напротив всякого шатра и перед стрелой откроет колчан. Все, пожалуйста. Почему и говорят, вот я впервые это прочитал, приключение Гехель Берифина, что женщина, девушка, она колени всегда должна держать вместе. А мужчина, вот как мы сидим, вот так вот. Там, когда бросаешь, ловит руками, то женщина, когда ловит, она колени сдвигает. А мужчина, когда ловит, то наоборот, раздвигает колени. Ну я про это, ладно, не будем подробностей. Так, Данин, понятно. Какой колчан? Он совсем не закрывается. И все стрелы ловит. В дальнейшем мы узнаем, что она будет прабабкой царя и пророка Давида, то есть прабабкой самого Христа. Руфь. Воус сказал, благословена ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. А он где ночью спал, а она научилась свихровкой. Приди там, подними у него шубу-то одеяло, ты околонок ляжь. Он проснулся, вздрогнул. Всегда нужно искать, чтобы руководила всем премудрость Божия, которая даст самое точное, самое лучшее, самое выносимое. Премудрость. Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно пред светом, ибо свет ее неугасим. Встретился недавно с бывшим товарищем и спросил, то, что ты искал в жене, это было в жизни главное, без чего не прожил бы. Он ответил, что искал, конечно же, красивую и умную. Но прошла уже жизнь и вижу, что самое главное качество нужно было тогда упорнее искать, послушание жены, ее благобоязненности, страха Божия. Вот в этом она бы развивалась быстро и не засохла бы так рано. Вот что нужно было бы искать своей избраннице. Ладно, я их обоих знаю и каждый раз я ее строполю за это, строполю, то есть нагоняю даю. Он мастер такой, все может сделать. И он начал белить, и он ее бережет. Ребятишки у них хорошие растут, все дети-то. Ну, там, не все, но бывает так, что какой-то там спотыкается один. И вот он сделал и белит. Белит, прибил там эту виходку, щетку, там, что он делает. Она заходит, перебелить, что там полосы остались. Ну, и начала перебелить. Он говорит, она меня так ужалила, прямо, ну, что же так-то, я так старался. Ну, могла-то в другое время сделать, потихонечку там замазать, тонировку какую-то дать. Ну, нельзя же так. Это сказка про зверей, кажется, братьев Бондарюх, они пишут. Он познакомился, мужик, с медведем. Он где-то что-то лапой засыпился и не мог же оторвать ногу-то медведь-то. А мужик ему помог. И он побратался, и мужик как идет, что-то возьмет брюку, там, репу. Жена говорит, что-то много берешь-то. День большой. И он его угощал. А медведь маленько малины намнет, и его малиной. И, наконец, медведь ему решился показать, где он прячется. Какая у него берлога хорошая, как мягко на зиму. Мужику понравилось. Он полежал маленько и говорит, ну, Миша, у тебя все есть. Он говорит, пойдем ко мне в гости-то. Ну, договорился. А у тебя собаки есть? Я закрою собаку. Зашел. Жена как увидела медведя-то, как она начала, потом вышла. Кого ты привел-то? Да зачем он нужен-то? Такая вонища в избе есть. Дышать нечем. Ну, мужик-то не обратил внимания, не знает. Пошел в лес-то, а он вдруг кинулся на него, медведь-то, зажал его. Он говорит, ты еще с тобой потапишь? Я тебе сказал, бей меня топором. Ударь вот по этому месту. Он говорит, да чего ради-то? Задушу! Ну, мужик ударил его. Ударил, он застанал медведь, говорит, и поплелся дальше-то. Но потом решил проверить. Через месяц приходит, а медведь к нему по-хорошему. Прости, что я тебя давил тогда-то. Ты помнишь, меня ударил-то? Ну, конечно, я всю неделю, месяц думал, что... Ты видишь, говорит, какой рубец-то? Тут шерсть не растет. Ну, а все заросло. Вот только черточка одна осталась. Ну, и что? А жена твоя, как сказала, что от меня такое зловоние, а я два раза в день купаюсь, моюсь. Я прям совсем как человек стал. Не зажило рано здесь. Вот что значит слово языка. Злые языки страшнее пистолета. Дальше. Террия Петра, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. И чтобы у жены была только одна задача поднимать авторитет мужа. Это как у японок. У святой Моники был муж буйный и сын блудный. И оба обратятся к Богу и станут епископами. Чья это заслуга? Благодаря ее непрерывной молитве. Амброси. Августин сказать, да. 58 раз появляется в Библии слово красота. Сираха. Отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились с пути через красоту женскую. От нее как огонь загорается любовь. От красоты. Устраивают конкурсы красоты. Получают награды из сотни тысяч долларов. А потом куда они? Прище. Что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Это в Болгарии. Он первый секретарь комфартии. И дочь стала мисс красота. А потом все закончилось самым-самым печальным концом. Это я знаю. Притом неоднократно слышал и читал про это. Как говорится, через постель все это идет присваивается, которое в Барнаульске она завоевала. А потом спустя лет 15-20 с ней встретился корреспондент и говорит, как? Она говорит, меня дядя водил за руку всегда. Он знал, как это все делается. И сумел так сделать, что она получила этот титул и сохранила сама себя. Поэтому дело-то не в деньгах, а что самое главное, сокровенный внутренний человек, кроткого и молчаливого духа. Вот эти закладывают в машину и она говорит, вот похожие где. И выписывают, деньги платят такие, в Европе живут, которые мусульманок выписывают. Кто им разрешает или что? Почему? Они говорят, послушные, главное качество. Я еду в командировку, я знаю, что она никакого мужика к себе не приведет. Дальше. Узнаем, что убили ее или кислотой выжили ей глаза или она покончила жизнь самоубийством. Именно так. Я настолько лет ходила и даже не догадывалась, что у нее есть сокровище, а главное ее сокровище и не в этом вовсе, а ее девство. 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 Сырахов, не хвали человека за красоту его и не имей отвращения к человеку за наружность его. Нам с лица воду не пить, говорят. Скоро все увядает и проходит. Ну и вот как будто бы кто-то молился и говорит, Господи, ну почему вот она как ангел была, девушка-то была, я не сразу женился-то, а вот вышла замуж, ну как ведьма какая-то. А Господь будто ответил, ему говорит, девушка, я сотворил деву-то, а женщинам вы их сами делаете. Ну и получаете, что надо. Сырахов, не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену. Что светильник, сияющий на святом свечнике, то красота лица ее в зрелом возрасте. Красота жены веселит сердце и всего вожделения для мужа. Приятности, красота вожделены для очей твоих, но более то и другое зелень посева. Ну вот, зелень посева, посмотри, удовлетворись, достаточно тебе. За красоту женскую приходится платить очень и очень дорого, но самое дорогое удовольствие в жизни это. Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин. На красивой хорошо смотреть, а с хорошим хорошо жить. Вот так. Иудив. Когда смотришь, смазливенькая такая, вот с ней все время студент и то другое, но если он разумеет, то женится на другой, не на ней. Когда Иудив представилась ему и служителем его, все удивились красоте лица ее, а напав на лице поклонилась ему и служители его подняли ее. Иудив. От края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам. Вот главное. Не от юноши пал сильный их, не сыны петитана поразили его, и не росло из полины налегли на него, но Иудив, дочь Мерарии красотой лица своего погубила его причин. Не пожелай красоты ее в сердце своем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Бог осуждает подобное, что творится сегодня, чем обольщает мужчин Исаия. И сказал Господь за то, что дочери сион надменны и ходят подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавые поступки и гремят цепочками на ногах, а галит Господь темя дочери сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, и серьги, и ожерелья, и опахала. 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 Увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, персни, и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые, тонкие япончи и повязки, и покрывала, и будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Якоб. Восходит солнце, настает зной, и зной высушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота видо ее, так увядает и богатый в путях своих. Повторим еще раз, что нужно искать в девушке, притча. Не пожелай красоты ее в сердце своем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами твоими. Своими. Своими. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена боящаяся Господа достойна хвалы. Когда кроткий, молчаливый дух, тогда твоя красота угодна самому небесному жениху Псалом. И вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Определение при сватовстве внешнее одно было. Готовлено к замужеству или еще подождать песней. Есть у нас сестра, которая еще мала, и с отцов нет у нее. Вот главное, это чего нету, с отцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы бы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили ее кедровыми досками. Я стена, и сасы у меня как башни. Вот она хвалится, какие сасы у ней. Потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Эзекиэль. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается. Эзекиэль. Так ты вспомнила распутство молодости своей, когда в египтяне сжали сосы твои из-за действенных грудей твоих. Вот есть Людмила Плетт говорит, на нашем форуме это есть. Между нами, кажется, девочки, а нравственности очень хорошая. Даже я сказал, патриарх такого не говорит. Сравнения такие сегодня могут показаться нелестными. У тебя груди, как коршинские силосные башни с минеретными сферами наверху. И позже, после женитьбы, груди будут играть наиважнейшую роль. Заходалый княжеский род, вымирающий уже, решил поправить свое положение, и мать стала искать сыну такую невесту, пусть и незнатную, но чтобы грудью не были полные, а значит и заходалому отпрыску будут даны силы на получение жизненной энергии. Притча. Любезную ланью и прекрасную серную, грудью да упоевает тебе во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно, и для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Вот так. Песня. Этот стан твой похож на пальму, и грудью твоей на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и грудью твоей был бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих как от яблоков. Вот описание какое. Живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое ворох пшеницы, обставленный лилиями. И никто не спрашивал, есть ли у нее диплом об окончании университета. У евреев выходили в 12-14 лет замуж. Опытский старец Леонид при выборе жены и невесты давал такой общий совет. О женихе судить по его отцу, а о невесты по ее матери. Считаю, что у родителей выявлены в полной мере те наклонности, которые еще недостаточно ясны в детях. У всех народов было и есть вено колым за невесту бытие. Назначьте самые большие вены и дары. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. Исход. Если обольстит кто ж девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вену и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается на вену девица. невесты дорожили. За нее нужно было много платить. Перед замужеством отец точно высчитывал сколько на ее воспитание потратил, сколько платьев она износила. О разводе помышляет даже слишком дорогая цена. Но у русских совершенно ненормальный подход к этому. Отдавить невесту и даже придачу приданые дают, чтобы только забрал эту обузу от них. стало модно жениться и разводиться. Самая глупая нация, чтобы самое драгоценное из твоего ума и отдавать дома, да еще и приплачивать за это полный абсурд. Попытался бы Давид не согласиться с Саулом, то что бы он получил, а выкуп был непростой. А сто краеобрезаний врагов это могло стоить ему самому жизни. Первый отцар, ты сказал Саул, так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме ста краеобрезаний филистимских в отомщение врагам царя, ибо Саул имел мысль погубить Давида руками филистимлян. Вот у чеченцев уши у него на вязанке висят, убил врага, ухо отрезать на уши засушенные, а это краеобрезание, он должен был раздевать его, отрезать его и тоже на ниточку повесить. Первое царство. Еще не прошли назначенные дни, когда Давид встал и пошел сам и люди его с ним и убил 200 человек филистимлян и принес Давид краеобрезания и приставил их полным количеством царю, чтобы сделаться зятем царя. Вот тоже, представь, на счет смотрели. И выдал Саул за него Милхолу дочь свою в замужество. То есть они не обрезаны были, он их после смерти обрезывал. Слово Божие упоминает о самостийном избрании красивых невест и что из этого получалось, когда они были неверующими, то есть бездуховными. А что, самостийно, это тебе или не значит, что Украина-то забрала? На украинском, да, на украинском. Еще так, гляжу, уперся в него, как бык в новые ворота. Так русским написано Бытия. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы и брали их себе в жены. Какую кто избрал? В то время были на земле исполины, особенно же того времени, с того, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. Вот даже Яр Николаевич Пести понимал, что это злые духи, там ангелы входили к женщинам. Это совершенно никуда не годится. Это Каинова племя с Сифом там встречалось и все. Считаем. Все рожденные от этих браков погибли в водах потопа. Это были сыны Сима и дочери Каина. Женился на скорую руку, на долгую муку. Невест всегда больше, потому был большой выбор. Хотя мальчиков рождается и больше, но они вскоре числом выравниваются. Во время войны истребляется весь мужеский пол почти всегда, когда захватывали город. Третье царство. Ибо шесть месяцев прожил там Иоав и все израильтяне доколе не истребили всего мужеского пола выдумеи. Значит, столько невест никогда не смогут выйти замуж. Раньше старики собирались, решали, советовались, подходят или молодые друг к другу, засылали сватов. Ну, видимо, пленка кончилась, не записано. Там тоже было хорошее, видать. Богу нашему слава. Субтитры создавал DimaTorzok